С 22 по 29 июля МВД зарегистрировало три преступления кража, незаконное культивирование объёмных растений, нанесение ножевых ранений, правонарушения раскрыты правоохранителями. В дежурную часть УВД Цхимвала 28 июля поступило сообщение о том, что в приёмное отделение РММЦ был доставлен неизвестный мужчина с колото-резанными ранениями. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа МВД, которая установила личность пострадавшего. Им оказался 68-летний житель столицы. В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УВД столицы была задержана подозреваемая в совершении преступления 43-летняя жительница Цхимвала, которая созналась в содеянном. Вместо происшествия был изят складной нож. Женщина помещена в камеру временного содержания. С Химвальским управлением внутренних дел раскрыта кража велосипеда. В подъезде одного из многоквартирных домов на улице Героев правоохранители обнаружили раму украденного велосипеда. Установлены и подозреваемые в совершении кражи 13-летние подростки, которые сознались в содеянном и отпущены под обязательство явки. Также правоохранители выявили случай незаконного культивирования наркосодержащих растений. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений, сотрудники Ленингорского управления внутренних дел и Квасинского отдела внутренних дел изяли в лесных массивах около 30 кустов дикорастущей конопли. За незаконное культивирование наркосодержащих растений сотрудники УКОН, криминальной милиции и УВД Знаурского района привлекли к ответственности 33-летнего жителя Знаурского района, на приусадебном участке которого было обнаружено и изято 9 кустов конопли. При досмотре транспортного средства сотрудники автоинспекции обнаружили и изъяли 13 пагетиков жевательного табака снюс. Вследствие медицинского освидетельствования в отношении водителя установлен факт употребления марихуаны. На дорогах республики за неделю зарегистрировано одно ДТП. Пострадавших нет. Сотрудниками УГИБДД выявлено 285 нарушений правил дорожного движения. В отношении трёх водителей составлены административные протоколы за управление автотранспортом в состоянии опьянения.